19 мая – День Всесоюзной Пионерской Организации имени Владимира Ильича Ленина. С приближением 100-летнего юбилея Пионерской Организации библиотека имени Фёдора Абрамова предлагает вашему вниманию видеопрезентацию по истории пионерского движения. История Всесоюзной Пионерской Организации имени Ленина, без которой не представляли своё детство все дети Великой Советской Страны, вызывает всё больший интерес. И это не случайно. С уходом в прошлое Советского Союза, а с ним и таких мощных самоуправляемых структур, как Всесоюзный Ленинский Коммунистический Союз Молодёжи и Всесоюзная Пионерская Организация имени Ленина, появилось немало проблем, связанных с воспитанием детей и молодёжи. Одни задают вопрос, чем занять детей, другие – почему нынешнее поколение выросло таким безответственным, третий – как скоординировать десятки и даже сотни детских и юношеских организаций, вооружить их действенными методиками воспитания, четвёртый – обеспокоенный влиянием на молодёжь неонацизма, экстремистских и террористических организаций, которые, увы, в отличие от организаций позитивного третического толка, финансируются из-за рубежа щедро и непрерывно. Много полезных советов на эту тему можно получить, изучая опыт работы пионерской и комсомольской организаций во взаимосвязи. Так с чего начиналась история пионерии? Истоки пионерского движения уходят к началу XIX века в скаутинг. Мало кто знает, что к 1917 году в России было сформировано немало детских скаутских объединений. В целом эта организация насчитывала около 50 тысяч участников. В преддверии гражданской войны скауты оказывали различную социальную помощь, устраивали поиски беспризорных детей. Когда к власти пришла советская власть, скаутское движение стало распадаться по направлениям в зависимости от территории нахождения. Например, в Казани и Петрограде возникли объединения лесных братьев, а московское общество строилось на принципах Баден-Пауэлла. Также возникло течение юкизм, то есть юные коммунисты. Они пытались объединить коммунистическую идеологию с принципами скаутизма. Основателем движения юкистов была партийный функционер Вера Бонч-Бруевич. Но в 1919 году на съезде РКСМ приняли решение распустить все скаутские отряды. С этого момента начинается история пионерской организации в том виде, в каком знают ее и помнят сегодня. Первой идею сформулировала Надежда Константиновна Крупская, выступившая в ноябре 1921 года с докладом, который назывался «О бой скаутизме». Вскоре это выступление было издано в виде небольшой брошюры, в которой говорилось о том, что необходимо в кратчайшие сроки создать детскую организацию, которая была бы скаутской по форме и коммунистической по содержанию. Сначала руководители комсомола, негативно воспринимавшие скаутизм, настороженно отнеслись к данному предложению, ведь вступая в ряды такой организации, дети, по сути, сохраняли традицию, заведенную еще при царизме, что не могло не вызывать опасений. Однако после выступления Крупской с докладом на бюро ЦК РКСМ 29 ноября 1921 года была создана специальная комиссия, задачей которой было обсуждение вопроса о применении скаутизма для воспитания рабочей молодежи и детей и выработка соответствующего решения. В комиссию 10 декабря 1921 года был представлен подробный доклад Иннокентия Николаевича Жукова, по нему было принято положительное решение. И начались поиски конкретных организационных форм. В самом начале 1922 года на рассмотрение комиссии было выдвинуто предложение о включении в организации детей, а не комсомольцев, как предлагалось изначально. В это же время Иннокентий Жуков предложил назвать новую организацию «Пионерской». Само название он позаимствовал у Светона Томпсона. Кроме того, пионерская организация много заимствовала у скаутизма, например, игровую форму обучения, организацию по отрядам, управление детьми с помощью вожатых, элементы символики, сборы у костра. Даже девиз «Будь готов, как нельзя лучше подошел пионерии». 2 февраля 1922 года в областные центры были разосланы письма из бюро ЦК о создании детской группы при комсомольской ячейке. Уже 4 февраля было создано специальное бюро, в которое входил Валерий Зорин, бывший скаут-мастер. Именно он 12 февраля организовал первую детскую группу в одном из интернатов за Москворечье. Отряд назвали «Юные разведчики». Но долго он не просуществовал, и в скором времени Зорин взялся за организацию детей при заводе «Каучук». Параллельно с Зориным начал работать в этом же направлении Михаил Стремяков, еще один скаут-мастер. Он организовал группу в школе фабрично-заводского ученичества, прибывшей к типографии Машистова. Так случилось, что именно эту детскую группу называют первым пионерским отрядом. Там же в апреле начинает выходить барабан. Первый пионерский журнал, а затем и пионерская правда. 2 марта было создано бюро детских групп, в задачу которого входила разработка устава. Рассмотрен и принят он был на 2-й Всероссийской конференции ВЛКСМ 19 мая 1922 года. День пионерской организации. Именно так позднее будет названа эта дата. С этого момента начинают активно формироваться пионерские отряды по всей стране. Одновременно с этим распространяется и создается пионерская символика. Именно в 1922 году был сочинен текст одной из известнейших пионерских песен «Взвейтесь кострами, синие ночи». В Петрограде первая детская группа появилась 3 декабря. Организатором ее стал комсомолец Сергей Марго. Первые 4 пионерских отряда были созданы из российских групп юных разведчиков. В октябре на очередном схезде РКСМ было принято решение об объединении всех пионерских отрядов в единую организацию, которой было призвоено название «Юные пионеры имени Спартака». В день смерти Владимира Ильича Ленина организации присвоили имя вождя. В 1926 году было принято специальное постановление, где указывалось новое название детского объединения, сохранившееся до последних дней его существования. Звучало оно как «Всесоюзная пионерская организация имени Владимира Ильича Ленина». Год образования пионерской организации стал годом начала новой эпохи в жизни многих детей. После 1922 года быть пионером стало так же почетно, как и комсомольцам. Да и попасть в комсомольцы, не побывав пионером, позднее стало практически невозможно. Постепенно пионерская организация стала неотделима от социальной жизни страны. Неудивительно, что и во время Великой Отечественной войны страшной беды, постигшей весь Советский Союз, она не осталась в стороне. С момента объявления о начале войны пионеры во всем старались не отставать от взрослых и помогали бороться с врагом не только в тылу, но и на фронте. Многие дети присоединялись к подполью и партизанским отрядам. Пионеры становились юнгами на военных кораблях, разведчиками, помогали укрывать от вражеских солдат раненых, приносили провизию партизанам, действующих в лесах. Детей редко воспринимали всерьез, поэтому им легче было пробраться через заградительные отряды или разузнать секретную информацию. Однако не всегда боевое задание оканчивалось для детей благополучно. Так, посмертно было присвоено звание Героя Советского Союза Зине Портновой, Лене Голикову, Вале Котику и Марату Козею. После окончания войны имена погибших детей были вписаны в официальный список тех, кто получил звание пионеров-героев и правительственные награды. История пионерской организации в послевоенное время была так же тяжела, как и история всей страны. Необходимо было восстанавливать разрушенные города и села, фабрики и заводы. Пионерские организации и здесь находили применение своим способностям. Дети собирали металлолом и макулатуру, занимались посадкой зеленых насаждений. На сельские пионерские отряды легла сложная задача. Они выращивали домашних птиц и кроликов, помогали убирать урожай. Лучшие из маленьких тружеников были отмечены различными наградами. В 70-х годах прошлого века в пионерах состояло более чем 23 миллиона детей Советского Союза, более чем в 118 тысячах пионерских дружин. Деятельность пионерских организаций была направлена на помощь комсомолу и взрослым. Сбор металлолома и макулатуры, участие в смотре строя и песни, участие в Тимуровском движении, участие во всесоюзных спортивных соревнованиях «Кожаный мяч», «Золотая шайба», проведение спортивно-военной «Зарницы», командные игры с мячом «Пионер-бол» и «Снайпер». Пионеры входили в ряды юных помощников-инспекторов дорожного движения, а также в юношеские добровольные пожарные дружины. Пионеры были юными натуралистами. Организовывали зеленый патруль, занимались охраной лесов, голубой патруль, занимались охраной водных ресурсов, занятия в спортивных секциях и кружках, выращивание служебных собак и коней. В пионеры принимали детей от 9 до 14 лет. Официально это происходило на добровольных началах. Осуществлялся прием индивидуально, голосованием на общем совете пионерского отряда. Вступивший в организацию на линейке приносил клятву пионера. Затем ему повязывали красный галстук и вручали пионерский значок. Обычная церемония проходила в местах историко-революционной памяти в период коммунистических праздников, например, у памятников Ленину 22 апреля. Торжественное обещание или клятва пионера имела регламентированный текст, который заучивался вступающим наизусть. На время существования организации правки в эту клятву вносились только несколько раз. Во время принесения клятвы пионер называл свое имя и клялся, вступая в ряды пионерской организации, перед лицом своих товарищей любить свою родину, жить по заветам Ленина и соблюдать законы пионерской организации. Устав пионерской организации, он же закон пионеров, должен был соблюдаться беспрекословно. Он был не особо длинным, и его легко можно было выучить наизусть. Согласно уставу, пионер должен был быть предан коммунизму, партии и родине, готовиться вступить в комсомол, равняться на героев труда и войны, чтить память погибших бойцов и быть готовым самому стать защитником Родины, быть лучшим в труде, спорте и учебе, быть верным и честным товарищем, который всегда защищает правду, быть вожатым октябрят и их товарищем. Гимном пионерской организации служил «Марш юных пионеров». Эта советская песня была написана специально для пионеров в 1922 году. Авторами марша стали поэт Александр Жаров и пианистр Сергей Дешкин. Некоторые строки из этой песни знакомы даже тем, кто никогда и не был пионером. Например, «Взвейтесь кострами синей ночи, мы пионеры, дети рабочих». В мае 1922 года, после выступления Надежды Крупской на совещании Центрального комитета, Жарову было дано задание придумать за две недели песню, которая могла бы стать гимном новой детской организации. Жаров обратился за советом к Фурманову, который посоветовал ему взять за основу какую-нибудь уже существующую композицию. В это же время в Большом театре шла опера «Фауст». На спектакле Жаров услышал «Марш солдат», который и стал основой революционного сочинения. Как у любой организации, у данной также были свои атрибуты. Символы пионерской организации были призваны вызывать уважение, как и те, кто в ней состоит. К ним относились. Пионерский галстук олицетворял собой часть пионерского знамени и был обязательной частью формы. Три конца галстука обозначали прочную связь трех поколений, то есть коммунистов, комсомольцев и пионеров. Завязывался галстук специальным узлом. У представителей дружины на красном галстуке было желтое клеймо. В довоенное время часто концы галстука закрепляли специальным зажимом. Выполнен он был в виде костра, пять плений, в которого обозначали пять континентов и три языка пламени. Третий – интернационал. Исчезновение зажима было обусловлено, во-первых, их распуском Коминтерна, а во-вторых, тем, что кто-то из глав ЦК углядел в нем схожесть с нацистской символикой. Значок также был обязательным символом пионерских организаций в школе. Форма и вид значка были описаны в специальном положении у детских организаций. За всю историю организации они несколько раз менялись. Пионерское знамя представляло собой полотно красного цвета с изображением пионерского значка и девиза. Знамена были не только у пионерских отрядов, но и школьных классов. Отрядный флаг олицетворял честь и сплоченность ребят, служил для обозначения принадлежности к какому-то пионерскому коллективу. С этим знаменем дети выходили на парады, линейки, сборы, экскурсии, походы и даже трудовые дела. Нес полотно флаговой, который шел за вожатым впереди барабанщика и гарниста. Горн. Без этого атрибута невозможно представить пионерскую жизнь. Этот музыкальный инструмент служил для подачи различных сигналов. Должность гарниста была очень почетна. На нее назначали самых ответственных и проверенных ребят. Шел он сразу же за флаговым. Барабан. Второй по значению музыкальный инструмент пионеров. Необходим был во время шествий, походов и парадов. Барабанщик исполнял дробь и марш, а также помогал выполнять основные строевые приемы. В своем классическом виде Всесоюзная пионерская организация объединяла в СССР республиканские, краевые, областные, окружные, городские, районные пионерские организации. Формально положение о Всесоюзной пионерской организации гласило, что основой организации является дружина, которая создается в школах, детских домах и школах-интернатах при наличии не менее трех пионеров. В дружинах, насчитывающих более 20 пионеров, создаются пионерские отряды, объединяющиеся не менее трех пионеров. В детских домах и пионерских лагерях могли создаваться разновозрастные отряды. Отряд, насчитывавший 15 и более пионеров, делился на звенья. Фактически же, как указывалось, пионерские отряды, делившиеся в свою очередь на звенья во главе с звеньевыми, объединяли участников одного класса, а дружины – учеников одной школы. Пионерская организация работала также и в летних пионерских лагерях. Пионерскими отрядами на время отдыха становились лагерные отряды. Дружиной – все пионерские отряды лагеря. Базой организационно-массовой и инструктивно-методической работы с пионерами и пионерскими кадрами были многочисленные дворцы и дома пионеров и школьников. Другие – внешкольные учреждения. Комитеты комсомола обеспечивали пионерские дружины кадрами старших пионерских вожатых, осуществляли их подбор, расстановку, повышение квалификации и воспитание. Первичные комсомольские организации направляли в пионерские дружины отрядных вожатых, подбирали руководителей кружков, клубов, секций, других объединений по интересам. Помогали им в организации жизни пионерских коллективов. 27-28 сентября 1991 года после запрета КПСС прошел 22-й чрезвычайный съезд в ЛКСМ, объявивший историческую роль в ЛКСМ исчерпанной, распустив на съезде комсомольскую всесоюзную организацию, вместе с тем официально прекратив и существование всесоюзной пионерской организации имени Ленина. Официальных правоприемников она не имеет. В бывших союзных республиках, кроме Республики Беларусь, пионерские организации не имеют поддержки государств и не носят массовый и всеохватывающий характер. В Беларуси указом президента Александра Лукашенко деятельность пионерской организации восстановлена на государственном уровне. Изменена символика. Организация получила название «Белорусская республиканская пионерская организация» при Белорусском республиканском союзе молодежи. Цвет пионерского галстука – красно-зеленый, цвет государственного флага Белоруссии. В октябре 2010 года президент России Дмитрий Медведев высказался, что он не против возрождения пионерского и комсомольского движения в России, но на уровне общественной организации, без идеологической ее составляющей и без участия государства. 29 октября 2015 года указом президента России Владимира Путина за номером 536 в целях совершенствования государственной политики в области воспитания подрастающего поколения при Федеральном агентстве по делам молодежи Росмолодежь создано Российское движение школьников, которое использует организационную форму пионерского движения, членство в которой с 8 лет является добровольным. Такова в общих чертах история пионерского движения, его структура и принципы управления. На его счету за неполных 70 лет деятельности немало славных дел и свершений, но самой главной его заслугой является то, что пионерские организации способствовали воспитанию подрастающего поколения в духе патриотизма, любви к родине. Пионеры с ранних лет учились коллективно решать многие вопросы своей жизни. Интересно, что с пользой проводить время, заботиться о людях пожилого возраста и тому подобное это было первоочередным правилом пионера. Дорогие друзья, 19 мая 2022 года мы с вами обязательно отметим столетие со дня рождения Всесоюзной пионерской организации. Пусть строки из нашей любимой песни «Взвейтесь кострами синей ночи» пробудят в нас ностальгию по-далёкому пионерскому прошлому. Спасибо за внимание! «Взвейтесь кострами синей ночи» Мы пионеры, дети рабочие И здесь во время светлых годов Луч пионера всегда в годах Радоценно шагом с песней весёлой Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok